всем привет с вами диктофон и сегодня мы с вами продолжим играть в игру под названием блонд std6 и в этом видео я буду сражаться с дредблоном а перед началом нашего прохождения я бы хотел с вами немного поговорить и сказать о том что наверное на этом канале будут выходить теперь видео только тогда когда я действительно этого захочу и когда у меня появится желание потому что до этого на протяжении трех лет все равно в какой-то степени если бы заставлял снимать данную игру потому что вы ребята приходили вы смотрели вам нравилось мне было очень приятно и я всегда мечтал угодить вам но со временем все таки я понимаю что казалось бы постепенно это становится уже такой рутиной которая мне не сильно приносит удовольствием со временем youtube стали замедлять монтизации отключили у меня и в принципе не было но я мечтал когда-то знаете ее получить и зарабатывать хоть какие-то копейки занимаясь тем что мне действительно нравится это была моя мечта зарабатывать на жизнь именно благодаря этому и со временем все это стало убираться а я даже не успевал этого получить ваша поддержка для меня очень близко и дорога но знаете все равно самое важное для меня это делиться тем что дорого именно мне и быть интересным как личность а я понял что несмотря на то что меня все так ограничивает а даже сам youtube даже правительство страны в которой я живу и при этом я еще снимаю то что не сильно мне приносит удовольствие это если честно немного расстраивает потому что я бы хотел бы стать уверенным в себе записывать видео о себе и встречать людей которым буду интересен я как личность поддерживать вас и видеть поддержку от вас это но для меня наверное самое важное что можно было бы встретить поэтому я надеюсь что все получится я с вами не прощаюсь видео на этом канале будут выходить а может быть примерно даже так же как и обычно все они скажу что они знаете будут выходить раз в месяц просто это утренняя такая у меня печалька которая может быть через час пройдет и я уже буду думать о чем же я наговорил но зато я вам сейчас расскажу о том что у меня наболевшие за долгий период времени действительно для меня вот важно и сначала я уж думал когда буду начинать данное видео что я полностью скажу о том что все видео не будет подписывайтесь на мой второй канал ну да вот кстати что у меня есть второй канал в случае чего ребят подписывайтесь на него ссылка в описании под видео там я играю в другие игры и там видео будут выходить потому что я там стараюсь играть те игры которые интересны мне в основном и желание снимать там у меня присутствует на этом канале я немного выгорел на данный момент это может быть через час мне правда уже будет нормально я участвую суши заказал скоро они должны приехать сегодня еще день города в моем городе пойду отмечать может быть еще себе настроение подниму что-нибудь вам пришлю в своем телеграм-канале ссылка на который тоже есть в описании под видео я понимаю что для меня ваш контакт с вами очень важен поэтому я не хочу просто так его бросать это как-то слишком будет эгоистично с моей стороны брать и и дать вас всех потому что вы для меня важная часть моей жизни и мы пойдем с вами дальше обязательно но просто знаете что на данный момент не очень тяжело очень часто мне бывает тяжело но я всегда стараюсь улыбаться поэтому поймите меня правильно все будет хорошо ребят блин все у меня уже все нормально а также давайте еще покажу и поблагодарю последних донатеров которые поддержали мой канал а первым это был арбузатый привет дима и зрители говорила мне мама оцени время пока ходишь в школу я начинаю ее понимать я не ходил в школу весь прошлый год учебный и увы не смогу еще один как-нибудь поведаю эту историю привет тебе арбузатый большое тебе спасибо за донат и твоя мама очень мудрая но знаешь ценнее вот время пока ходишь в школу туда же не а самих вот этих вот школьных днях дело не не а времени который ты проводишь там а наверное по большей степени о том что в какой-то степени это правда беззаботное время потому что а даже когда я учился в школе мне тоже все говорили цени это время такой как возможно ценить это время уроки экзамены и вечный буллинг ссоры там с одноклассниками там вообще куча всего как будто бы жизнь рушится каждый день по сто раз и ты приходишь домой в истериках и ты не понимаешь как ценить вот это вот время со временем как-то вот я понимаю что я уже во первых как два года работаю как шесть лет я закончил школу и как два года окончил колледж и тут я уже и в университете учусь и работаю на заводе я понимаю что в то время было побольше свободного времени именно вот это наверное надо по большей степени ценить проводить больше немного наверное с пользой или кайфовать пока есть у тебя это возможности я вам всем советую и надеюсь что у тебя арбуза ты все хорошо желать тебе здоровья и чтобы все было замечательно я не знаю что у тебя приключилось ну надеюсь что это временные ограничения которые скоро тебе вернут в строй и ты будешь функционировать как как человек чтобы тем было все замечательно поэтому спасибо тебе большое а также артем привет первый донат в жизни знаешь почему именно тебе так как ты хороший добрый человек хочу поддержать канал для лучших прогрессов и успехов в общем удачи в жизни и т.д. заметь пожалуйста привет тебя артем большое тебе спасибо за столь добрые слова из столь хорошие вот пожелания мне правда очень приятно я дорожу тем что твой первый в жизни донат достался именно мне мне правда очень приятно и вот знаете я в начале видео это буду говорил грустил но это всегда получается в какой-то момент одиночеству приходят вот такие вот дурацкие мысли в голову потому что когда ты читаешь добрые сообщения от вас всегда поднимается настроение и желание продолжать двигаться дальше может быть это просто в какой-то степени сдаешься но просто знаете в последнее время вот это вот замедление ютюба дурацкая у меня кроме как использование vpn ничего нормально не ускоряет youtube вообще проблемы дурацкие а еще и vpn у нас блокируют постоянно пытается его запретить поэтому еще и vpn через раз работает а по вечерам вообще видео на ютюбе у меня загружается но чтобы залить на канал по часа три до этого 5 минут хватало и это ой как мне не нравится на самом деле но ничего будем сильными благодарю тебя артем я тебя заметил мне правда очень приятно а так давайте начинать прохождение нашего дредблона посмотрим что у нас тут он себя будет представлять обороны яхты а чё-то вот не понял это у нас карта была во время ивента с мистером бистом она что у нас реально в игре есть или или они просто знаете создали эту лимитированную карту и они поняли что как бы блин не надо же там типа добру пропадать да наверное так она и есть потому что если вот здесь вот смотреть нету нигде этой карты но я именно узнал о ней когда у нас был ивент вместе с ним у нас тут нету подлодки у нас тут нет супер обезьяны жизнь керамических шаров 70 процентов жизнь муап 75 здоровья босса 40 процентов скорость босса 300 процентов это я вам скажу что для дредблона вот эти 300 процентов мне кажется не сильно такую погоду сделать он очень медленный из героев которые нам доступны на данный момент я бы даже не знал кого бы я взял если честно вот так вот надо бы подумать конечно же этиен было бы хорошо давайте попробуем хотя бы обычного босса за квинсе сыграть это вот так вот сегодня я не буду никак называть наши банановые фермой ответ для меня очень прост почему это не сделаю так потому что я пытался youtube открыть полчаса потому что мне vpn нормально не загружался это бы подумал ну тогда попробую с помощью других обходов там ведь что-то это там гудбай vpn или как он там называется есть сейчас вот популярная до гудбай дипи они вот вроде бы многих работает этот вот обход мне не очень как-то помогло немного обидно если честно ну да ладно так там нашу первую банановую ферму для кого-то в чем прикол не мог я никак загрузить youtube и поэтому я сейчас это снимаю видео в два часа сейчас уже идет реально третий час я просто час провозился из-за того у меня еще настроение упало я сидел что же мне делать как же меня все бесит но часть сейчас все будет у нас хорошо сразимся без названия каких-либо наших банановых ферм будет у нас оригинальное название кстати посмотрите у нас тут ценнике как в легком уровне сложности как же это давно я не встречал мне кажется последний раз у нас такое было лет десять назад что ли но зато прикольно прикольно правда непривычно очень сильно но надеюсь что все у нас будет хорошо винти у нас сейчас справляется довольно нормально он уже еще будет видеть камуфляж и когда пойдет свинец он у нас должен будет его пробивать но в случае чего если вы не сможете пробивать свинец то я вам советую наверное все таки использовать алхимика на начальном этапе он тут будет вроде бы неплохо разбрасываясь своими зельками конечно обезьяна маг очень тоже классный его поставить вот куда-то вот здесь или вот сверху но наверное лучше все таки на месте бесплатно бесплатно наши обезьяны с дротиками это вот посмотрим еще кстати у меня такая новость в последнее время вот вот видимо у меня сейчас плохое настроение из-за нескольких факторов которые накладываются друг на друга одновременно и это на самом деле очень сильно меня триггерит и расстраивает у нас ведь как и наверно в других городах населенных пунктов идет опрессовка да поэтому в летние периоды по две недели отключают по горячую воду это в какой-то степени нормально конечно это очень раздражает но это нормально так вот у нас вот эта вот опрессовка началась 12 августа то есть 12 августа нам отключили горячую воду на две недели у меня тогда был отпуск и в принципе я пол недели не застал потому что я был в екатеринбурге и потом по приезду уже в город я получается но полторы недели был без горячей воды что конечно неприятно но жить можно да как говорится и 29 августа мне включили эту горячую воду но прикол уже там заключается в другом эту горячую воду нам дали на полтора дня буквально просто полтора дня через полтора дня и и опять отключили и дело в том что в соседнем доме произошла какая-то авария и там просто вода фонтаном летела то есть это случилось пятницу я подумал может быть они за выходные сделают а мне мама сказала что выходные то выходные даже жкх выходные а сейчас большая проблема в том что некому работать в этих жкх и они даже сейчас обрабатывают заявки которые поступали в мае представляете которые поступали в мае и нам сказали но подождите неделю ну блин ну даже эту неделю это на самом деле довольно долго я бы вам так сказал просто ждать неделю это такое себе сейчас попробую на друида джунгли накопить и вот ладно неделю переживу постараюсь как-то вот чтобы все нормально было но собственно эта неделя то уже прошла и мне буквально мама вчера вечером но посту я вернусь с работы вот и вот говорю чудо как она такая вот рассказывает что и соседка передала о том что горячей воды не будет минимум до 20 сентября до 20 сентября вы представляете то есть пять недель без горячей воды пять недель и это естественно очень сильно злит это прям безумно злит потому что у меня нету понимания о том насколько все плохо что вообще что ли работать настолько некому так еще дело в том что знаете ладно если была бы жара или тепло дома и на улице но нет холода очень холодно и это просто какой-то ужас я не понимаю как нормально существовать я сплю с обогревателем горячей воды нету и ты просто зол но на весь мир ну потому что ну по-другому никак поэтому может быть в какой-то степени вместе ки депрессивные вот моменты потому что вот это все одноложилось одновременно и это очень сильно раздражает если честно то надеюсь что все будет она с вами хорошо поэтому вот так вот такие вот дела пять недель без горячей воды есть сны до сих пор в шоке не могу это осознавать ну осталось получается еще две недели подождать но две недели это на самом деле много это очень много а у нас еще тазик получается потрескавшийся и ты вот когда воду набираешь горячую чтобы потом ее еще остудить и чтобы у тебя была в целом теплая вода чтобы ты мог умываться то она там быстро вся вытекает из-за вот этой вот трещины поэтому мне наверно в скором времени надо будет еще тазик хотеть покупать смотреть мне фу все ребят не говорим больше обо всем об этом я стала все это жестко бесить это ненормально нет это прям жуть какая все все ребят собрались у нас сейчас будет сражение и я понимаю что ютюба я не уйду ну потому что мне надо кому-то выговариваться на самом деле потому что со временем я все равно понимаю что мои друзья они они слушают но им так как то все равно у каждого потому что свои есть проблемы и что им не всем говорить о том какой бедный и несчастный в принципе я бы не сказал что бедный и несчастный про ситуация такая вот дурацкая у нас тут произошла и я понимаю что когда я в основном кому-то рассказываю всем как то так все равно если честно немного обидно ну да ладно самое главное что у меня есть вы и мне это очень приятно на самом деле поэтому идем дальше развиваемся и в чем прикол мне же хочется быть больше интересным как личность но к сожалению как личность я мало что из себя могу представлять ой хоть я и очень сильно стараюсь что давайте мы тут перейдем просто из-за того что я очень много времени уделяю ютюбу вот это вот выложить залить и показать уходит очень много времени к сожалению с которым я просто так мне не успеваю что-либо сделать потому что после работы и так времени немного остается и чтобы вот я например начал проходить вуконга на своем втором канале и вот представляете чтобы вот снять залить и выложить блин все равно не прохожу так ладно надо подумать чтобы залить и выложить это уходит очень много времени что я буквально после этого сразу же уже начинал ложиться спать поэтому немного конечно грустно да ладно попробуем пережить эти моменты дальше будет конечно же лучше именно знаете тяжелые моменты проверяют тебя на прочность мне так кажется я правда в это верю если вот ты их пройдешь то потом тебе будет легче я надеюсь что это правда так вот и будет потому что самое главное при первых же проблемах не сдаваться надо проявить дисциплину и желание жить как говорится и тогда все обязательно получится я верю в себя и я верю вас поэтому ребят пожалуйста не сдавайтесь я очень хочу вами гордиться и я вами и так горжусь но зачастую именно вы главный рычаг заниматься но мне продолжать чем-то чтобы показывать вам чтобы вы могли гордиться мною так что давайте будем помогать друг другу будем друг друга поддерживать мне кажется это будет невероятно так смотрите у нас тут уже на подходе первый класс у нас много рынков 9 рынков это очень здорово очень хороший результат но потому что у нас тут и цены как на легком уровне сложности поэтому все в этом плане вообще замечательно и я бы наверное бы хотел знать что поставить обезьянополис одно хп обалдеть вы понимаете я руки с клавиатуры убрал я получается пытался их размять и вы чуть не слились в этот момент это конечно было бы очень весело так если так вот молнии вкачаю мне кажется это нам конечно поможет а там чем был как там был камуфляж или что я просто не помню чего мы слились если честно мы проверим еще раз сейчас а теперь все нормально теперь у нас все хорошо окно и смотрите вот это я у нас продаю к у нас вот здесь вот будет да как бы нам такого поставить то я вот не знаю наверное если вот здесь вот мы разместим то будет все окей теперь мы его качаем на скидку нашу деревню еще добавляем ух я правда я так рад что я начал записывать видео все таки себя вот пересилил потому что когда я нахожусь с вами мне правда становится легче и настроение у меня уже лучше так что давайте-ка продолжать так смогли поглотить при этом не все ребят я забрал суши попробовал их но есть конечно я буду уже потом пока что просто проба все хорошо доставщица немного растерялась я говорю спасибо она такая спасибо такая ой-ой-ой приятного аппетита что-то там растерялась почему-то не знаю не знаю почему но так давайте смотрите ставим у нас тут шиповый форм и посмотрим что у нас тут будет дальше еще бы знаете на всех случаях вот видимость камуфляжа я бы вот нашим тут так вот поставил ребятам это мало ли что нам чуть попозже успеем на это накопить в принципе так и вот здесь уже сейчас будем возобновлять наш первый рынок чтобы зарабатывать побольше потому что чего бы нет и тут кстати давайте увеличенный радиус то поставим вот теперь у нас хотя бы вот этот рынок еще будет побольше приносить монет это приятно 3000 хп всего лишь на первом классе вы понимаете это звучит немного как шутка как будто бы если честно так ну посмотрим главное знаете это вот я вот сейчас вот так смеюсь а через секунду бац и сливаюсь конечно не хотелось бы мне этого так давайте пока что скилл просто хотя бы использую чтобы он помогал в дефе так все нормально пока что дальше мы тут с вами усиливаемся заработок наш прокачиваем и все вроде бы идет под контролем так вот этот рынок еще прокачали и теперь давайте на радар накопим все радар есть ой и тут сразу же камуфляж у нас полетел фух так мы прям вовремя его как будто поставили так дредблуна избиваем ну вроде бы все идет по накатанной тут мы можем еще вот так даже сделать мне кажется убить саму ап тут будет прям очень большой урон наносить но конечно пока что нет еще а ну как-то быстро кстати босс идет да если уж так говорить а ну ладно а ну ладно а ну ладно ребят ладно все под контролем все 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 уничтожили ура и не жестко прям так проиграли но было немного опасно в какой-то момент потому что каменные шары у нас далеко пошли так это он продаем это мы тоже давайте продавать будем теперь у нас что то все так хорошо с монетами я бы у нас сразу же вы знаете тут исследовательскую лабораторию поставил и где-нибудь вот здесь у нас пускай будет разгон да наверно так вот сделаем пока что укрепленный моб блин это конечно печаль мне кажется мы не справимся надо будет перезаходить да так давайте перезайдем тогда тогда вот этого мы пока что оставляем пускай у нас тут будет это мы продаем здесь выставляем нашу исследовательскую лабораторию здесь будем копить на разгон и все начинаем по новой опа вот так вот из него даже ничего не вылетело естественно немного удивительно так именно опасно все равно опасно и немного страшно у нас тут в плане дефа все обстоит надо будет нам что-то добавить такое что нам поможет хорошо усиливаться ну будем вот сейчас вот думать я бы наверное у нас поставил вот тебя пока вот эти точные прицелы будут летать помогать наносить хороший урон вот бы сейчас нам быстренько центральные рынки еще прокачать было бы очень даже хорошо а они тут по 12 тысяч это всего стоят поэтому конечно мы сейчас это сделаем довольно быстро так что если честно я пока что вообще не переживаю мне кажется этот босс будет ну довольно простым тут можно слиться только на каких-то микро моментах которые вот ты не проконтролируешь потому что слишком себя поверишь а так в целом мне кажется здесь не должно быть ничего того что нам помешает победить вот на али там боссе может быть уже немного другие будут условия но по крайней мере на данный момент это очень спокойно у нас идет мабу мы тут уничтожаем так тут у нас давайте еще центральный рынок добавляем так повторяем и идем с вами дальше центральный рынок есть еще наверное один поставим так тут пока что мы справляемся и все у нас с вами идет хорошо КП у нас уже увеличивается так тут мы тоже справились до следующего класса у нас с вами еще целых 7 раундов а за 7 раундов мы сможем накопить то мне кажется вполне себе достаточное количество монет так что я пока что не очень переживаю мы в случае чего можем наверное фантома потом купить за 25 тысяч он мало того что будет и дефать то в целом хорошо так еще и помогать неплохо так это вот мы тоже уничтожим спокойно так ну ближайшие пару раундов я так думаю мы еще можем добавлять наши вот эти вот рынки именно в плане заработка идти развиваться а уже на раунде 56 надо будет нам задумываться о том как бы нам побеждать ну во первых я правда думаю нам поставить вот этого фантома прокачать и добавить шиповый шторм еще один так тут мы уничтожили о чем скилл то не используется а потому что пока что он не видит да вот это странно почему вот эти вот ящики они вообще никак не видятся никак не определяются это мне кажется ну прям большой минус какой то с чем он связан я не понимаю так фантом на сто 19 тысяч всего давайте сейчас поставим то есть он у нас так что все в этом плане прям хорошо идем с вами дальше зарабатываем вот еще сразу же один центральный рынок добавили просто заработок у нас увеличивается прям хорошо прям очень мне нравится так так один центральный рынок добавляем хоть у нас сейчас даже пятьдесят восьмой раунд но я все равно как то не останавливаюсь в заработке кстати что разгонять перестал степени упущения мое так и теперь нам бы добавить вот это вот шиповый шторм может даже до колючего ковра накопить хотя зачем тут десять тысяч хп ну ребят ну это честно смешно как будто бы так разгон мы тут делаем ну десять тысяч но правда это вообще ни о чем так на волл стрит мы сейчас накопим чтобы все само тут собиралось нам от этого будет проще наконец-то ура так все вот сейчас пойдет урон да под бредбон наконец-то да пошел фантом также у нас тут старается лучше чего я могу еще на ключ ковер сейчас вот так вот накопить чем бы нет по деньгам у нас все хватает забили все теперь они у нас тут двоем сражаются сейчас уже только будет фантом так ну фантом нормально нормально идет он еще камни успевает уничтожать он прям очень сильно старается большой молодец давай в том же духе блин где курсор вот я нашел как опасно ладно все победили он просто знаете эта карта настолько короткая что как бы ты не понимаешь момента с того когда ты лидируешь а с того где ты сейчас быстро проиграешь потому что это происходит настолько мгновенно ну ничего страшного мне даже как будто бы ощущение знаете как будто я с каким-то читами или модами играю потому что ну все настолько просто идет что как-то это непонятно на что акцентировались разработчики но не видимо просто реально хотели использовать эту карту наконец-то так но у нас все идет в порядке давайте я даже автостарт у нас включу в целом как будто бы нам уже этого достаточно чтоб победить ну может быть я еще что-нибудь добавлю так семьдесят восемьдесят тысяч уже у нас с вами имеется конечно хотелось бы накопить на владыку плазмы к следующему классу я так думаю мы спокойно на это все с вами накопим тут смотрите можно еще центральных рынков и добавить то есть у тебя мы можем продать ты нам тут уже к сожалению не так нужен будешь тут мы хотя бы просто позарабатываем побольше монет вдруг у нас и так в принципе довольно много еще тут можно флибустеров разместить тут морской наварк мне кажется был бы довольно хорош так что давайте-ка я наверное вот так вот даже сделаю и теперь вот так уже качаемся ну если морского наварка то и ставить то наверное не к восьмидесятому раунду а попозже типа сейчас нам спешить пока что незачем вроде бы у нас идет все под контролем но при этом это тоже будет дополнительно такой урон неплохой поэтому все вообще нормально пока что их просто вот так вот ставим вообще и здорово будет главное знать меру ну хотя в принципе с тем как мы сейчас зарабатываем мы можем по этому поводу не беспокоиться карта маленькая да удаленькая но и то что тут легкий уровень сложности идет что ценники довольно дешевые и это прям заметно потому что тут смотрите персонально отбавка стоит 4 600 обычно же напряжение боссов она у нас стоит 5 500 то есть прям разница на самом деле большая так не хочу пока что горячие клавиши использовать надеюсь что вы меня поймете так у нас еще целых пять раундов на самом деле поэтому пока что просто ставим наших флибустеров при том что у нас уже 150 тысяч так что на владыку плазмы мы накопим вообще в считанные минуты хотя вот сейчас я так довольно активно начал деньги тратить что они а 200 тысяч вот это я активно начал деньги тратить я хотел сказать что они убавляются и нам тут резко очень много денег пришло ну ладно тогда ладно продолжаем тратить туда идем вообще знаете за вот эти три года что я снимаю данную игру она стала для меня правда в какой-то степени такой родной что просто так я бы с нее уйти бы не смог потому что для меня это правда что-то такое уже важная часть посвятить этой игре три года записи при этом получить такую хорошую замечательную аудиторию я просто так не хочу вас терять поэтому я буду за вас бороться ребята это правда вы мое все я это очень ценю ну у нас тут карта прям ну застроена хорошо если честно тут еще улезает вот поставим а вот здесь что-то можно еще поставить ладно тут можно но нам хватит нам реально хватит пожалуй так смотрите вот здесь мы будем размещать нашу ландыку плазма так пока что у нас тут денежки копятся много разгон сделаем от флибустера вот здесь если поставить то вот давайте посередине мы его поставим чтобы он нас тоже потом шел для парагона 48 тысяч у нашего третьего класса хп это конечно это очень сильно ребят это очень много хп я не знаю как мы с этим будем справляться это звучит как шутка какая-то я просто не понимаю так все урон пошел смотрите там главное реально вот первый иммунитет вот этот вот сбить дальше уже будет по накатанной все идти мы вообще в целом то можем тут летающую крепость вот так вкачать еще так и давайте что ему во владыку плазма дам побольше 50 степень у нас есть минимум сейчас владыка плазма она просто добьет его а все нету нету все нету его нам в принципе вот этой владыки плазмы хватит чтобы уничтожить все в принципе вот эти классы но я думаю что мы к сотому раунду просто еще добавим морского наварха это будет ну вообще предостаточно как будто бы вот это вот все сделав поставить двух разных парагонов двух категорий и можно пойти просто по своим делам потому что ну дальше вообще никаких проблем вас не будет сталкиваться в игре ну что если вот мы это продадим 90 тысяч тут еще 66 и вот этих вот все наши центральные рынки мы получим довольно много денег так что на морского наварха там явно будет хватать по этому поводу мы с вами не переживаем тут еще разгон на всякий случай все равно используем потому что денег там мало хочется побольше да ну и потом посмотрим что у нас еще 15 раундов за 15 раундов я так думаю накопим мы эти 160 тысяч ну 150 даже по нашим меркам с учетом того что нам еще флибустиера приносит монетки и довольно большие следовательно степень морского наварха будет очень высокая так что на этой карте я вам советую правда его размещать он мало того что может атаковать по всей карте так еще и такой будет невероятный урон так пол миллиона уже есть но 87 раунде так что мы наверное сможем и на самолет с нового дня накопить и на вознесенную тень накопить мне кажется что получается сколько на пятом классе будет максимум пол миллиона хп наверное у дредблуна мне кажется дредблун немного обалдеет как это ну какие пол миллиона алё у нас предыдущий босс был кто там был у нас вортекс у кого было очень много хп по моему вортекса недавно было очень много хп и после него нам просто дают вот этого дредблуна у которого хп кот наплакал это что-то необычное это что-то очень необычное но в целом в целом опыт тоже такой нормальный ничего против этого иметь не буду да просто как бы босс не сложный это самое главное если вы в самом начале еще используете ящик так это вообще будет жесткая такая мана небесная потому что ящиком вообще сразу же фриплей становится максимальный но ничего нормально я бы использовал блин ящик если честно потому что хочется просто так вообще на лайте пройти без каких-либо проблем в принципе и так я тут проблем никаких не вижу но на всякий случай чтобы еще было полегче так что вот такие вот дела смотрите первый миллион у нас уже накоплен с вами поздравляю я вас за это к этому раунду наверное ну минимум полтора миллиона это мы с вами наберем так просто иногда мне так кажется что игра орет потому что она у меня довольно громкая но я понимаю что вроде бы все хорошо так что все здорово так идем все на целых пять раундов пока все под контролем я даже не представляю что может быть уйти из под контролем чтобы мы хоть как-то могли приблизиться к проблеме выживаемости я вообще могу знаете чтобы закорениться где курсор сначала найти да и вот здесь еще поставить у нас вечные шипы вот так и все ну все теперь вообще победа стопроцентная нас тут не победить просто так не пролететь даже если будет супер ультра что-то быстрое шиповый завод не пропустит я за это ему благодарен спасибо ему у нас тут еще такой шиповый завод просто сколько он урона нанес у нас 300 тысяч неплохо так обезьяна аст нанесла уже 800 тысяч урона получается вот этот флейбустер нанес 165 тысяч урон но тут даже не в уроне дело тут посмотрите вот эти вот флейбустеры сколько нам монет принесли а вот эта вот одна монета это считается как 4 урона на нашего парагона так что вот представляете сколько у нас их тут следовательно морской наварху у нас ну будет очень классным я наверно морском наварху еще дополнительно просто полмиллиона отдам больше не думаю что отдам зачем нам так много так вот и степень будет под 70 мне так кажется блин 62 блин обманул ну и ладно 62 так то вообще тоже замечательная степень с учетом того что мы ему выдали еще такую вот минималку 104 тысячи хп у нашего дредблона так что мне так кажется что на пятом классе даже меньше полумиллиона будет хп у него так давайте смотреть и ждать что у нас там морской наварху все пошла жара ну тут конечно все иммунитет теперь блин иммунитет некрасиво что это у нас там а все у нас владыка плазмы теперь еще начал атаковать по чуть-чуть по чуть-чуть и все да ура справились ребята мы молодцы можем конечно знаете вот сюда потом поставить у нас вознесенную тень тумбы нет да денег у нас много станет еще побольше так что не переживаю всего лишь надо 400 тысяч а у меня соседи сверлить начали ну вот вообще ну подождите ну подождите ну мне еще ну чуть-чуть осталось хитро на 10 раундов и еще чуть-чуть на само прохождение босса ну ребят ну одумайтесь пожалуйста сегодня день города алё пожалейте пожалейте чё он там сверлит я бы скажу что там сверлить он прям по чуть-чуть он как будто знаете как будто бы ему что-то надоедает может быть ему слышно как я видео записываю но я вроде бы спокойно говорю у него есть такая стена бетонная просто такая вот стоит по приколу в которую он сверлит чтобы видимо мне докучать я не знаю как это вот работает просто вот интересно что именно зачастую у соседей появляется невероятное желание сверлить всегда и это вот ну вне зависимости от того кто живет так 110 раунд у нас 1 миллион накоплено немного я поставил у нас тут ниндзя этого нам будет достаточно конечно если бы мы хотели бы больше денег мы бы еще бы сейчас флибусьеров поставили мне кажется нам этого будет достаточно он уже 2 миллиона урона нанес а владыка плазмы сколько 3 миллиона 700 тысяч то есть вы понимаете у нас у обычных шаров сейчас больше хп чем у дред блуна ну в общей сложности конечно же потому что вот мы за этот раунд сколько у нас морской наварх нанес урона 400 тысяч где-то у дред блуна поменьше 5 класса если столько же будет то это будет конечно неплохо а так что-то я немного сомневаюсь в этом плане так смотрите у нас тут наносят стараются постепенно ну конечно мы просто денег отдадим и все и создадим вознесенный тень даже не буду ли самолет с одного дня создавать не думаю что нам прям так нужен здесь две сильные военные обезьяны у нас есть одна и этого будет достаточно как по мне морской наварх у нас очень сильный так что вообще здорово 3 миллиона урона он уже нанес и он не собирается на этом останавливаться так 5 раундов что у нас есть разгоняем сколько у нас тут уже пол миллиона монет он принес надо же Уолл стрит принес 800 тысяч насколько я понимаю это не он приносит столько денег а также еще считаться те деньги которые он собрал с соседних ферм конечно немного как будто неправильно да как мне кажется но так оно и есть в целом так 118 раунд посмотрите все близится близится у нас уже финальный босс даже не буду вот эти центральные рынки продавать зачем просто лишнее время будем тратить на это так полтора миллиона мы с вами накопим к тому времени уничтожаем быстренько наших медов так все пошла жара 400 тысяч хп всего лишь 56 степень 3 сильных парагона так что я боюсь драйдабло он к такому не был готов может быть элитного босса не сделать очень сложным конечно это будет грустно я не хочу очень сложного босса если честно поэтому будем надеяться что это не так что в целом у нас все будет нормально и будет не сложно так постепенно началось снос хп когда у нас возьмите на день-то атаковать будет а? когда? можно начинать? постепенно что у нас одна владыковлазма старается блин до сих пор не атакуют ну вот что это такое ладно победа чё вот мы его вообще по приколу поставили он вообще свои печати не хотел ставить это очень странно если честно ну ладно победили поздравляю я вас с этим сгенерировали денег мы 4 миллиона 100 тысяч башен разместили 86 общий урон составляет 1,5 миллиона обязательно звезда наш морской навар который нанес 6 миллионов урона буквально половину из всего что мы нанесли элитный босс у нас что из себя будет составлять то же самое как я вижу вообще разницы нет единственное что у нас в жизни будет не 200 а 100 и у дред блуна будет побольше хп поэтому вот такие его дела а на этом я буду заканчивать данное видео надеюсь что вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой канал а с вами был диктофон всем удачи и всем пока пока